Владимир Викторович Самсонов. Не знаю, Вовик, я только так тебя могу называть. Мы друг друга знаем уже лет 30, поэтому Вовик это всё вложено, вся доброта, которая из тебя идёт и которая возвращается тебе во многом. Мы столько уже знакомы, я тебя лет, когда тебе лет 7 или 8 было, в Караганде первый раз встречал, ты тогда играл, уже маленький, но твой тренер многолетний, Александр Николаевич Питкевич, до сих пор, который является твоим тренером, он уже тогда сказал, посмотрите на него, это будет суперзвезда, что сейчас и случилось, в общем-то. Но это огромный путь, который ты прошёл, всё, что ты сделал в мире спорта, это уже многим известно, вошло в учебники, в историю, и все знают и восхищаются. Спасибо тебе, во-первых, за твою многолетнюю работу, за то, что ты Европу спасаешь от азиатского наплыва, и мы все болеем, наверное, ты один из редчайших тех спортсменов, за которых всегда приковано внимание, которые всегда ждут от тебя и побед, поддерживают тебя, и на всём советском пространстве, и постсоветском, и во всём мире, это тот человек, который прям несёт знамя такого спорта. Всё, значит, очень интересный вопрос. Столько слов лишних. Спасибо большое. Вова, готов долго говорить и компломентарно, и просто по-хорошему, потому что ты этого заслуживаешь. Вова, вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, может быть, в двух-трёх словах ты скажешь, что такое Вова Самсонов для тебя, почему столько всего хорошего, побед, и вот в двух словах что-то такое, что ты можешь сказать о себе, почему так? Победы, достижения, результаты, и, может быть, поделишься, что надо бы ещё доработать, чего тебе не хватало, чтобы совсем вообще быть, на совсем куда-то, на пьедестале таком недостижимом быть. Чего-то, может, не хватает? Всегда чего-то не хватает, наверное. Но, как ты уже сказал, время идёт. На самом деле знаем друг друга уже очень много лет. И, да, то есть, прямо вот искал 30 лет, то есть, начинаешь задуматься, когда была эта караганда, на самом деле. Это было много-много лет назад, и время идёт очень быстро. Вообще, ну, мне тяжело сказать именно, почему я начал так играть, почему, когда был с каких-то хороших результатов. Ну, ведь Питкевич сразу понимал, что ты такой будешь, знаете? Он мне этого не говорил. Он всем это говорил. Всё как-то шло, наверное, самим собой. Никогда не задумывался насчёт того, что там произойдёт через несколько лет. Буду я играть сильно, не буду играть сильно, буду я там чемпионом мира. То есть, вообще, в этих вещах и в жизни. Ну, у тебя же была цель, значит, да? Ты был просто полностью сканцерируем на этой работе? Получалось, скорее всего, так, что я никогда не думал, то, что я могу заниматься чем-то другим. Ну, скорее всего, так. Вот это важно, наверное. Вот это одно из самых важных, наверное. То, что ты не распылялся, а именно чётко понимал. Ну, возможно, да, конечно. Вся концентрация была на эстонии тенниса. Много-много-много-много лет. Потом, естественно, другие вещи стали намного важнее. Это, естественно, встретила мою будущую жену, семья, дети. Двое детей у меня. Но, что сказать, что вот именно такого я сделал, что вы дадите каких-то оружки. Это не очень тяжело, на самом деле. Как-то что-то выделить. Я знаю то, что я всегда был профессионал. Я всегда старался сделать, старался сыграть как можно сильнее. Старался подготовиться к матчу или к турниру как можно лучше. То есть старался всё время делать. Самое-самое-самое важное для того, чтобы хорошо сыграть. Ну, я не знаю. В принципе, может быть, гораздо проще будет просто спросить людей, которые могут. Я думаю, со стороны, наверное, видно, какие-то вещи лучше видны. За тебя я очень много могу сказать, потому что мы с тобой прошли огромный путь вместе. Жили три года в одной квартире в Дюссельдорфе. Играли в шашки, шахматы, все виды спорта, футбол. Помню, как гоняли в гостинице «Спорт» в мини-футбол. Там у нас такие баталии были. Как мы дрались на подушках, всё это помню. И так здорово. Конечно же, я тоже делал анализ. И для меня был, для всех нас, ты был, конечно же, Вова Самсонов, который там рано или поздно сделал. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты играешь в России. Ты играл уже за многие клубы. Ты чемпион, мистер чемпионской лиги. Десять лет выигрывал с разными клубами чемпионскую лигу. В том числе и в Оренбург-Газпром. Ты играешь в русской лиге. Что тебе нравится, что тебе не нравится? Почему Россия тебя привлекает? Есть ли здесь такой положительный аспект, что ты развиваешься или просто у тебя больше свободного времени? Или там люди тебе нравятся? Расскажи нам, пожалуйста, как вот это случилось и почему Россия. Это нам здорово. Не, я тоже очень рад. Я очень рад, что так получилось, что я оказался играть за факультет «Аспрома». А все произошло в 2009 году. В общем, у меня был подписан контракт с испанским клубом. Был подписан контракт на пять лет, кстати. И из-за того, что начался кризис как раз в Европе, в Испании. И в общем, клуб, можно сказать, так уже практически стал. Ну, в то время, в общем, гораздо меньше денег начало вливаться в клуб. И они уже мне сказали в начале 2009 года то, что на следующий сезон они не смогут продолжить со мной контракт. Ну, и в тот момент, естественно, я стал искать другие клубы. И так получилось то, что я подписал контракт с испанским фателем «Аспрома». В принципе, я уже знал, например, Виктора Михайловича, Михаила Андреева, там, Валерий Ивановича Солобаева, как-то я с ним общался. В общем, я знал то, что там Леша играет, Весмирнов Федя играет, там Серега Андреянов играет. Я играл тоже, да. Ты играл до этого. Я уже знал то, что клуб серьезный, надежный. То есть, в общем, и в тот момент, в общем, это был самый-самый лучший вариант. И со временем, ну, я не знаю, я очень доволен на самом деле. То есть, я познакомился, естественно, с президентом клуба Сергеевичем Ивановым, и с многими людьми, которые работают в клубе. У нас фантастический врач, доктор, ты, наверное, знаешь, директор клуба. То есть, все люди, как бы, потрясающие. Да, на самом деле, потрясающие клубы, ты знаешь, что-то. До сих пор у меня, вообще, очень профессионально. Это меня тоже, как бы, нельзя сказать, что удивило, но я был очень рад, что клуб так работает, то, что люди все занимаются делом, которым должны заниматься. И я думаю, это тоже не случайно, то, что мы последние 4 года, по крайней мере, выходим в финал Лиги Чемпионов. Выиграли два раза в этом году, мы проиграли, к сожалению, в финале. Вотрясающий финал, конечно. Кстати, очередной твой подвиг был, который ты сделал в игре с Фрайтишем. Хотя и вел 2-0, но все-таки там такой момент уже... Ну, естественно, начинаешь после матча анализировать, размышлять, а почему у тебя вот не выбрал там 3-0, или почему там Лёше чуть не повезло в конце. То есть, ну, конечно, все могло получиться совсем по-другому, но жизнь идет дальше. Ты сам знаешь, что мы здесь делаем сейчас, в Москве. То есть, финал Чемпионата России командного, и, скорее всего, будет очередная встреча с УГМК. Вот ты как раз спросил, как я развиваюсь там... Как профессиональный... Скажем, да, как игрок, играя в Российской Лиге, я могу сказать то, что вот эти матчи против УГМК, уже не знаю, какой год, они не только мотивируют, я считаю, они всем игрокам, которые участвуют в этих матчах, они очень сильно помогают. Потому что практически все матчи закончились с минимальным перевесом в одной из команд. И у нас всегда борьба, как на Олимпийских играх, наверное. И я считаю то, что для игроков, для всех игроков, которые участвуют в этом, это очень-очень-очень важно. Да и зрители ходят смотреть на это, да. Иногда ходят, к сожалению, не всегда. Зрителей очень много. Хотя я считаю, такие матчи, которые, по крайней мере, для любителей настольного тенниса, должны быть очень-очень интересны. Но вот с одной стороны, мы как бы в клубе соперничаем друг против друга, но с другой стороны, для всех нас я считаю то, что это огромное пользование. Вов, сколько тебя помню, ты просто какой-то кладезь информации, ты там фильмы наизусть все помнил, кто где играл. То же самое касается всей информации твоих соперников. Ты раскладываешь, конечно же, и ты прям для меня, ты компьютер, который вот обыгрывает всех своих соперников. Раскладываешь, знаешь все их плюсы и минусы. Скажи, пожалуйста, раскладывая так нашу лигу, раскладывая так своих соперников, в российском настольном теннисе, ты видишь перспективу? Что здесь такого особенного? Вообще, есть ли у нас такие интересные люди? Может быть, кого ты отметишь в нашей сборной? Потому что вот сейчас закончился чемпионат мира. У нас 13-14 место, но мы ожидали большего. Так очень надеялись на это. Подскажи, есть ли, играя в российской лиге, видишь какие-то тенденции плюсов? Что хорошего? Я считаю, в любом случае, то, что в России есть очень большой потенциал. То есть в России или раньше, скажем так, в Советском Союзе всегда было очень-очень-очень игроков, много игроков хорошего, такого уровня, хорошего уровня. И всегда, когда мы играли по юношам, мы выиграли почти все золотые медали на юношных четвертых игроках. Да, почти половину всех этих игроков. Иногда была проблема, потом человек заканчивал играть в юношном спорте. Да, это самое главное. И что происходило? Да, самое главное. И я уверен, что в России есть очень-очень-очень много талантливых игроков, талантливых ребят. И, возможно, имеет смысл, может быть, даже немного вернуться в те времена, когда мы тренировались по две недели вместе, каждый месяц. Практически так было всегда. Да, так и было. Мы половину времени проводили на сборах. Это огромное количество сборов, которые мы проводили, тренировок. Это давало плоды, конечно же, в юношном спорте. Это давало плоды в любом случае. И, возможно, то, что надо на самом деле заняться больше юниорским спортом сейчас. Это понятно, что, может быть, результат немного разочаровал людей в этом последнем чемпионате мира. Но я считаю, что сейчас надо заниматься ребятами, которые, может быть, 14, 15, 16, 17, 18. В них больше вкладывать, конечно. В них вкладывать. Может быть, и Александр Николаевич Питкевич, который как раз тренером сборной России тоже привнесет это. Очень надеемся. Вкладывать больше в юноши, значит. Я думаю, так тоже. Должен быть какой-то план, наверное, на следующие 5-10 лет. Потому что... Уничтожный короткий срок, как Волан говорил, да? Ну, это... Это не только спорт. Это, понятно, настольный теннис. Я думаю, в любом виде деятельности, чтобы добиться хороших результатов, надо потратить большое количество времени для этого. И... Да. Ну, и особенно в нашем виде спорта технически и на долгое время, потому что здесь... В любом случае, настольный теннис не про... Очень непростой спорт, скажем так. Надо много-много-много тренироваться и заниматься. Волан, на чемпионате мира в Японии тебя выбрали в... очередной раз, да? Была комиссия спортсменов. Может быть, что-нибудь про это расскажешь? Интересно, что входит вот в это твою деятельность? Это очень интересно. Поддерживать спортсменов. Что еще так интересно? Ну, по идее, да, должен, в общем, я и комиссия. У нас, в общем, 11 человек. А кто входит из таких звезд? Вот в этот раз, в общем, Джан Мишель Сеев, Зоран Глиморок входит, Кристина Тотт, Ван Ли Кейн, есть молодые ребята, потом один представитель инвалидов постольного тенниса. В общем, 11 человек у нас. В принципе, каждый континент представлен в комиссии, и, конечно, все не так-то просто. Безусловно. Все не так-то просто, то есть, как-то нам надо объединить игроков, получить как-то достаточное количество информации, чтобы более-менее хорошо... Какие цели? Какие цели? Цели, представлять игроков в ИТТФ. Интересы. Интересы игроков, правильно, да? Интересы игроков, да. В общем, быть таким звеном между международной федерацией настольного тенниса и игроками. У тебя и на это время хватает? Или все-таки сложновато? Я знаю, что уже несколько лет назад тебе это предлагали, и ты, как бы, поработав чуть-чуть, сказал, нет, я пока теннис поиграю, пока очень большой пласт это занимает времени, да? Не, ну, получалось так, что в принципе я это занимаюсь уже не первый год, получается. Ты же как президент, это как вы считаете? Ну, я не знаю, президента у нас нет, у нас есть... Ну, скажем, самый-самый, самый-самый. Президент вроде бы не называешь, но в любом случае, как я уже говорил, то есть у нас в комиссии есть ребята, которые и играли раньше хорошо, и имеют тоже какой-то вес, международной федерацией настольного тенниса, то есть это, естественно, помогает. И иногда мы ездим на встречи... с функционерами? Да, на встречи, на английском называем executive committee, международная федерация настольного тенниса. Еще раз так. Executive committee. исполнительный комитет. Исполнительный комитет. То есть, бываем на этих встречах, то есть всегда появляется какая-то информация, то есть есть вопросы по, например, изменениям правил будущим. Будут какие-то новые правила в настольном теннисе? Ну, я не знаю, сейчас начнем играть в пластиковые митеты. А что ты скажешь про новые мити? Это же очень интересно. Вообще, вначале планировалось то, что изменения произойдут сразу после Олимпиады 2012 года, но, естественно, было как-то все очень слишком быстро, не было вообще мичей. Очень много изменений же, да, в настольном теннисе за последние годы? просили, чтобы хоть по крайней мере на год, на два. Ты пробовал играть новыми мичами? Иногда мы получаем мичи для тестов, то есть тоже я не единственный, кто пробовал мичи, то есть постоянно эти мичи получаю. Интересно им играть? Что ты скажешь по поводу этих новых мичей? Ну, такое ощущение, то, что вращений чуть меньше. Мяч вроде бы в первый момент вылетает быстро, потом теряет свою скорость, да? Теряет свою скорость, да? И я надеюсь в любом случае то, что качество мичей будет лучше, чем последние 14 лет. Потому что как только поменяли 38-ми миллиметровые на 40-миллиметровые миллиметровые в 2000 году, это да? Да, то есть практически никогда не было такого, что по крайней мере я был доволен качеством мячей. Если бы... Ну, для меня, может быть, это имеет слишком большое значение, я не знаю, но в общем, в любом случае я не единственный, кто как бы не был доволен этим изменением. То есть не только из-за того, что размер был увеличен, просто само качество мячей намного стало хуже. То есть вес практически остался тот же, размер увеличился, естественно, было меньше материала на самом мяче. Это и скорее всего привело к тому, что качество ухудшилось. Вот Игоря Евгеньевича Левитина выбрали на последнем чемпионате мира в исполнительный комитет ITTF, он стал почетным членом, и он сказал, что он разовьет настольный теннис до одной из самых популярных видов спорта мира. Скажи, пожалуйста, вот наш вид спорта, он по популярности 220 федераций входит, он практически с волейболом у нас на первом месте, а зрителей нет, нет внимания прессы. В чем причина, и к этому вопросу дополнение, какие нововведения в настольный теннис ты считаешь правильным для привлечения интереса к настольному теннису? В чем причина? Причина, причина, я не знаю, ты считаешь? Наверняка причин много, ну, по крайней мере, в последние несколько лет, естественно, то, что Китай стал слишком сильный для всех других, я... Убивает интерес, да? Я думаю, это тоже как-то сказывается на интересе к настольному теннису. Потом я считаю, что имидж настольного тенниса во многих странах может быть лучше, скажем так. Я смотрю, ну, я не знаю, например, у меня такое бывает, по крайней мере, когда я нахожусь в Испании, человек подходит и знакомый, скажем так, или чем-то занимаешься, это много, ну, я играю в настольный теннис. Если он тебя уже спрашивает, чем ты занимаешься, уже смешно просто. Не, 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 не оба хим. Мы говорим про Испанию. Я понял. Испанию, вон, в случае, да, другой мир, как футбол. И, ну, он говорит, я играю в настольный теннис. Он говорит, ну, а работаешь ты кем? работаешь ты кем? И вот такие вопросы, в принципе, по всему миру задаются, я согласен. Возможно, что задают люди или задали бы во многих странах мира. Как популяризируют? Личности яркие нужны? Наверняка. Наверняка. Я не думаю, что я слишком яркая личность, но я считаю, что тоже должен быть какой-то план Международной Федерации настольного тенниса развивать, как-то сказать, делать из молодых игроков яркие личности. То есть, работа с прессой, в общем, идти в этом направлении. Но это, естественно, ничего не поменяется за один месяц или за один год. Но такой план, я думаю, должен существовать, потому что люди приходят, может быть, не всегда смотреть именно на спорт, а хотят посмотреть на каких-то людей, на личности, про которых они читали, которых они знают из прессы, из телевидения. Вот этого нам очень не хватает в спорте. Я с тобой полностью согласен. А какие нововведения в настольном теннисе ты считаешь правильные? Потому что очень много. Подачи изменили. Изменили. Вместо пяти по две подаем. До одиннадцати играем. Мячики меняли. Столько всего нового. Наверное, игра должна быть более понятна для зрителей. Пинг-понг? Я шучу. Я не уверен. Так я не уверен. Я шучу больше. Я не уверен в этом. В любом случае, вот, например, как раз Китайская Федерация вроде бы в Токио предложила попробовать мячи, которые состоят из разных цветов. Ага. Более привлекательные, более яркие. С одной стороны, это наверное, возможно, то, что игрокам будет чуть проще определить, например, вращение при подаче или во время игры, но это может быть так же интересно телевидением. Потому что настольном теннисе, естественно, ты это сам знаешь, очень много вращений. Я думаю, людям, которые не играют настольный теннис, не всегда понятно, почему человек не принял подачу или ошибся. Как много ситуаций, где вроде бы не должен был ошибаться. 20 лет занимается, а не может подачу принять. С этой стороны, возможно, такое нововведение может чем-то помочь. И вообще, снова, я надеюсь, что мы увидим больше игроков защитного стиля в будущем. Идет волнами, как мы часто это видели. Идет волнами, но, естественно, в этот момент настольному теннису не помешало бы, чтобы как бы сделать что-то, для того, чтобы розыгрыши мяча были чуть длиннее. Да, потому что было меньше вот этих, так скажем, простых ошибок для обычного зрителя. Не приемов подачи или ошибок в каком-то первом-втором ударе. То есть, как-то пробовать что-то, наверное, сделать в этом направлении, чтобы розыгрыши были чуть длиннее. Ну, хотя для игроков это очень тяжело. То есть, любая смена, это к этому надо привыкать. И я думаю, большинство игроков всегда будет против любого нововведения. Потому что все уже, уже, не знаю, не уже, в любом случае, наверное, стали от новых правил изменений. Вова, спасибо тебе большое за интервью, за время. Надеюсь, мы тебе не помешали готовиться. Было приятно пообщаться с трехкратным чемпионом мира. Это смешно. Вова, надеюсь, мы не отвлекли тебя от подготовки к завтрашним матчам важнейшим. Желаем тебе удачи. Тем более... результатом. Если что, нашли уже виновника. Да, да, да. Ну, большой тебе привет от всех любителей тенниса. От мамы моей большой привет. помним, как ты приезжал, как ты блины делал, все, это было здорово. Блины – это хорошее дело. Да. Спасибо огромное, Вова. Рад был тебя видеть, всегда. Как и всегда, да. Спасибо большое. Наташа, привет большое. Спасибо. Спасибо.